Всем привет, Ютуб, с вами Женя Лизагуб. И я рад вас приветствовать на моем канале. Мне радостно, что вы заскочили ко мне в гости, потому что я подготовил для вас очень классный видос с прекрасной компанией. Симка, Давид Туров, Леша Янгер, Фрося, Аля, Эмиль и Женя Лизагуб! Блин, соседи приготовят что-то вкусное. Да блин, они уже достали. Служба конфликтов с соседями. Чем могу вам помочь? Да, девушка, это какой-то кошмар. У меня соседи каждый день готовят что-то очень вкусное. Вот сегодня у них, например, кажется, запеченная курица с картошкой и грибочками. Пахнет, ну, очень вкусно. Это издевательство. Помогите мне, пожалуйста. Поняла вас. Смотрите, могу вам направить человека, но у нас очень много вызовов. Он только к декабрю подъедет. А есть еще варианты? Есть еще один вариант. Но это лично от меня совет. Скачайте приложение food.ru. И чем оно поможет? В приложении food.ru тысячи вкусных и простых рецептов с пошаговыми инструкциями и фотографиями. Просто выбираете любой рецепт, готовите вкусное блюдо и забываете про эту соседскую курицу. А, классно. Но у меня даже продуктов дома никаких нет. Да и готовлю ее не очень. Это не страшно. В food.ru есть возможность купить продукты специально для понравившегося рецепта. А если сомневаетесь в своих кулинарных навыках, посмотрите видео-уроки от лучших шеф-поваров и просто повторяйте за ними. Спасибо огромное, девушка. Вы мне очень помогли. Не за что. Направила вам ссылочку для скачивания приложения. Оно, кстати, бесплатное и доступно на iOS и Android. Скачивайте приложение food.ru по ссылке в описании. А я пока погнал выбирать себе сам вкусный ужин в моей жизни. Мы сегодня снимаем прятки. Мы в закрытом парке аттракционов. Правила очень простые. Ребята прячутся за определенное количество времени. Я пока их жду, а потом их ищу. Кто последний получает кэшик? Десять минут? Двадцать минут у вас будет. Двадцать? Давай тридцать. Не-не-не-не, тогда будет слишком легко. Двадцать? 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 Одна? Тридцать? Нет. Ладно, ни тебе, ни мне. Окей, у ребят будет 20 минут на то, чтобы спрятать. Затем я выхожу их искать. Как только я нашел двоих, я им говорю, чтобы они поменяли свое место. Я также останавливаюсь, закрываю глаза и их нишу. Вам нужно будет поменять геолокейшн. Ну все, ребят, правила обсудили, все круто. Время пошло. Все, ждем. Уже пять секунд прошло, быстрее, Давид, ты что встал? Мои ставки, то, что выиграет сегодня Эмиль. Я в этом парке был, ну раз, наверное, где-то 700. Во-первых, мы снимали прятки давно в этом парке. Во-вторых, я жил на Октябрьском поле относительно недалеко отсюда. Мест на самом деле полно, и я не представляю, как он будет искать, даже при условии, что нужно перебегать по локациям. Места есть, правда, очень-очень сложные здесь. Может выиграть также Леша Янгер, Давид. Мы идем сейчас куда-то прямо, там за какие-то вертолеты, и там есть аттракцион, который не работает, он не подсвечивается, там будет не видно, никто не знает, что он вообще здесь есть. Меня бросила Лера, ребят, и не знаю, как теперь прятаться. Я уже не знаю, что мне делать. Как так можно друзей бросать, блин? Лер, скажи мне, пожалуйста, почему так? Почему я должен бегать за тобой? Почему? Ну, из девочек темная лошадка, возможно, либо Фрося, либо Аля. Ребята, я не знаю, я не знаю, куда прятаться, ребята. Я когда приехала, так пробежалась по парку, нашла два места, но они слишком банальные, я вообще не знаю, что делать. Тем более у ребят сегодня будет хорошая мотивация, это кэшик, это соточка. Мне осталось только ждать, давайте вместе подождем, посмотрим, какие они места выберут, а затем мы начинаем охоту. Короче, мы договорились изначально с Фрося, что возможно я буду прятаться с ней, я не знаю, какое у нее место. У ребят было преимущество то, что они приехали раньше, я опоздала минут на 10. Блин, девушка бросила, и места на себе нормального не могу найти. Я предлагаю динозавры. Вот я и пролез сюда. Не очень страшно, ребят. Давайте ляжем спать под ногами Терекса. Я же могу просто залезть в... Ну да, почему не могу? Парк весь закрыт. Ну это очень тупо будет. Ладно, тогда я залезу. Выбрал вот этот аттракцион. Вот, сюда. А, сюда не залезть? Ну ладно, короче, спрячемся просто вот в будку. Никогда не задумался о том, что мне тут надо будет прятаться. Привет, Аля. Ой, Миль, привет. Что, вместе прячемся? Думаешь? Видишь, вот такие вот крыши. У меня есть идея просто забраться на них, это первое. Но нам нужно будет перебегать. И есть еще двойное дно. На 360 есть двойное дно. Вон там оно. Что-то мне подсказывает, что сегодня мне будет очень сложно, потому что этот парк очень большой. Ребята его осматривали. Есть шансы их найти. Нужно будет просто каждый уголочек, каждый кустик обыскивать. У меня уже есть тоже небольшой план. Я буду действовать быстро. Может быть, ребята уже спрятались? Давайте узнаем. Туалетная будка и над ней табличка. Ну, давай, ладно. Я вообще не представляю, как ты туда залезешь. Все. Я бы никогда не подумала, что Эмиль прячется за табличкой туалет. Что, полезешь ко мне? А ты мне поможешь? Ну, давай попробуем. Смотри, я тебя не заставляю. Ни в коем случае. Но мы либо достойно вдвоем уйдем и проиграем, либо сделаем красиво и вдвоем первый тур пройдем. Так, вот это все бери и камеру. Спрятались вдвоем. Ребята, привет. Это мой дневник выживальщика. Сейчас мы находимся под лапами большого динозавра. Не знаю, сколько я здесь проживу. Здесь вообще нет света и мне кажется, что здесь нельзя прятаться. Я, наверное, здесь чуть посижу и выйду, чтобы не было это супер нечестно. Короче, вот я буду прятаться здесь. Вот так выглядит моя коморка, да? Видишь? А ты не верила в меня, я поднялся. Это тупо, мы пойдем отсюда. Ну слишком. Это лучшее место. Там же тараканы, пауки. Ты смотри сюда. Ты хочешь сто тысяч? А мы на приз играем? А, наушники упали. Прось. О, тут комфортно, зайчик. Чисто. Мой вайп. Опа. Все. Вообще вайп чил. Все, ребята. Их время вышло. Я иду искать. Надо все прочекать здесь. Просто надо, знаете, как бы отсекать все варианты, чтобы потом не было сомнений. Как будто бы кто-то туда мог залезть. Видите дырку? Смотрите. Нет. Яман, я старый. Там никого нет. Let's go дальше. Здесь вроде бы все. Эту локацию мы осмотрели. Моя тактика, она больше уверенная. Я прям досконально все изучаю, чтобы у меня потом не было в голове сомнений. Блин, я вот там не прошел, там нет. О, вот за этой штукой по-любому мог кто-то спрятаться. Давай, я тебя сейчас найду. Я тебя сейчас найду. Нет. К сожалению, никого. Я думаю, они слишком простые. Думают, ха, он в такие места не залезет. Когда-нибудь вот в такое место я залезу, и по-любому там кто-то будет. Ха, блин. Это не так легко, как я думал. Мне куда-то нужно уходить отсюда, ребята. Короче, мой план таков. Я предлагаю нам сюда где-то пролезть, и нам нужно весь парк отбегать. Нам все он точно не найдет, если мы будем постоянно двигаться. Это очень открытое пространство. Давайте попробуем. Почему я сейчас кругом побежал? Потому что он по-любому пошел в ту сторону, в правую. Потому что когда мы ходили, смотрели все аттракционы, он всегда шел вправо. Прось, мы закончили съемку, можешь выйти, пожалуйста? Я реально сейчас говорю! Ну ладно, не сработало. Я чуть запутался, если честно. Но мы обшарили вот эту локацию. Еще раз сейчас проходим левую часть. И все, и летс гоу. О, какой-то звук был, какой-то звук был, чуваки. Где-то здесь? Кто здесь прячется, а? А, ой, извините, пожалуйста. Не наступайте, налезь. Ага, хорошо. Это была так стрёмная игра. Кто здесь прячется? И, блин, неудобно. А извините, пожалуйста, вы ребят не видели, которые здесь прячутся? Туда ушли? Ага, в угол, окей. Ну кто-то мог, да, здесь спрятаться. Но это же, блин, не по правилам будет. Типа это же динопарк. Ну в целом могут. А, чуваки, еще упадут. Отсюда вид намного лучше. Нашел! Нашел, походу! Нашел! Просто торчит что-то лютое. Чуваки, я, походу, ушел. Какой же я гений! По сути, я забрался на вышечку, и оттуда вот так вот, короче, поняли? Вот так слежу. Слежу, слежу. И вот такая вот синий, синий, вот такой вот, так сказать, паркет. Ну вот такой вот бугорочек. Ну что, куда? Вот там кто-то есть. Если я нашел, сразу двоих. Так, не перепрятываться. Вон, смотрите, видите бугорок? Первая жертва. Походу именно здесь. А что вы здесь лежите, чуваки? Посидите? Что-то никого. Да уж, я не ожидал. Так как мы прячемся за табличкой, но я возьму телефон, сделаю вот так, и мы сможем подглядывать. Это гениально! У меня гениальный эмиль. Ну, короче, вот сюда сейчас сядем, за вот этот большой куб, и все выкинем. Ну, короче, мне кажется, тут можно прятаться. Ладно, короче, просто ляжем здесь. Смотрите, он нас отсюда видеть не будет, а я буду его видеть вот так вот. Женя, ты лошара, не найдешь меня. Ха. Надеюсь, нас не найдут первые. Мне кажется, сюда кто-то мог спрятаться. Нет, никого. Просто никого. В трубе может быть кто-то, но я не могу понять, как туда залезть. Давай, я попробую все-таки в трубу. Гоу? Гоу. Да уж. Детские горки намного сложнее. Кто-нибудь здесь есть? Никого нету. Еман, еще через это надо пролезть. Как же это тяжело. Ай, ударился. Так, кто-нибудь здесь есть? Кто-нибудь здесь есть? Да по-любому есть. Никого, блин. Мы сейчас сделаем такую, короче, подставу. Мы сейчас от нашего оператора позвоним Давиду. Может быть, он себя выдаст. Он, правда, трубки никогда не берет. У меня еще Фрусина, наверное, есть. Тогда наберем Фруси. Я потерял Женю. И я тут хожу еще... Ну, я бы подошел, там, не знаю, там, интервью снял бы, что-нибудь такое. Я в этом парке заблудился. Я найти ни Женю не могу, ни Пашу. Паша трубку не берет. А вы не скажете, где вы? Я подошел, интервью снял бы. Да сейчас, тебе еще что делать. Тихо-тихо-тихо, Женя идет, подожди. Я слышу, а Женя спрашиваешь? Все, эти шоу уже обедлили. Какой-что звонил оператор, спрашивал, где мы. Но мы на такие штучки не ведемся. Ух, ребята, мы пришли в абсолютно другую часть парка. Надеюсь, хоть кто-то здесь найдет. Потому что в левой части абсолютно ноль. Слушай, я бы, наверное, спрятался под какой-нибудь аттракцион. Потому что ты идешь и, типа, ты ищешь. Глаза-то разбегается. Огромная местность, огромное количество предметов. И как бы под какой-нибудь аттракцион можно так и залечь. И я оп, и пройду. Может быть, здесь кто-то? Как будто бы здесь никого. А как будто бы кто-то и есть. Ребят, на кого я наступлю? Вы уж меня извините, вы сами сюда спрятались. Ребята, это было очень страшно. Очень страшно. Женя был прям около нас и просто не посмотрел наверх. Короче, тут очень большие кусты. И как будто бы кто-то здесь мог спрятаться. Нет никого. Я надеюсь, под аттракционом может быть кто-то. Все-таки колесо обозрения, большой парк. Ищем, ищем, ищем. Колесо обозрения минус. Надо вылазить, наверное, да, из места? Чего я сижу на одном? Цистит, привет. Я мастер прятанек, я пойду за ними ходить. Задолбался здесь. Идеть мне скучно. Твою мать, они ходят, вон. Вон они, вон они. Это кто это бегал? Они прям вот так. Я просто пробежал под фонарем. Я посередине парка, я тут, назад. Быстрее. Я вижу кого-то, я вижу кого-то. Давид нашелся, Давид, 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 Давид. Давид нашелся. Он нашел Давида. Он нашел Давида. Он нашел, Давид, а я тут. Он бежал с той стороны. Там кто-то есть. Я не знаю, было это видно, но я на GoPro пытался, ребят, заснять. Давидик, короче, спалился. Ху-ху. Один есть. Я иду за вами, пупсики. Когда я ходил около колеса обозрения, короче, моя уверенность просто уже упала. Я так думаю, все, я никого не найду. И в этот момент я такой говорю, нет, ладно. Я сейчас продолжу свои поиски. И в тот момент, когда я победил вот это вот, фу, все, все, я сдаюсь. Херак и Давид нашел сразу же моментально. Поэтому все, ребятки, не сдаемся, идем дальше. Вам того же советую. Скоро школы, не сдаемся. Оп-оп-оп, так не заметите, уже пройдет конец года и все, и снова лето. Опа! А походу кто-то нашелся. Я думаю, это давит чисто психологически. Они такие... И начинают паниковать. Сейчас чисто гляну, может быть, кто-нибудь под аттракционом. Так. Так. Никого. Чтобы вы понимали, они посмотрели с той стороны, а где мы глядем? Я вас всех найду! Кто бы мог подумать, что я буду 1 сентября уже 2-го. 12 часов ночи сидеть на полочке в парке сказка. Ребят, я очень боюсь, что мы... Ну, Женя сказал, что на следующую локацию нам надо будет спрятаться за 2 минуты. Это много. Тихо, я слышу кого-то. Я кого-то слышу. Это мой живот. Чуваки, вы, как зда, меня жестко дразните. Кто-то там орел, кто-то что? Бегаете. Я в ахере, вы где? Я Янгер нашел, Янгер нашел. Черт. Бэнс. Ты догоняешься таки? Нет. Просто до тебя. Я такой, типа, да он туда ушел. Я давно за тобой ходил. Всем привет. Мы, короче, поехали домой. Давайте, ребят, удачи. Короче, ребята, найден Давид и Леша. И поэтому я дал сейчас ребятам 2 минуты на то, чтобы они пересели в другое место. Я думаю, у них ничего не получится, потому что я сейчас буду их искать. Снова только уже намного быстрее с другой тактикой. То, чего я боялась больше всего, это слезать отсюда, ребят. Горки слишком банальны, да? Хочется опять залезть в какое-нибудь очко. Опа, яблоня. Все, я полез, на. А я? И ты за мной. А тут, кстати, с комфортом. У нас не найдет. Сегодня мы выживаем на необитаемом острове. 9248 день. Припасов у меня осталась пустая коробка рич, добрый кола и хлеб. Говядина. Девочка, Бенстей, с последней парты напишу тебе песню, но не для топ-чартов. Все, идем искать, новый раунд. А что там наша команда делает? Кого дошли? Чуваки, я слышу, слышу. Они спалились, да? Они стоят здесь, типа я такой, а что они там стоят? Каков шанс, да? А теперь у меня мысль о том, что такие типа сидят. Блин, мы задолбались, давайте ему хоть как-то поможем. Пусть наша команда здесь около нас будет стоять. И в итоге я просто лох. Чуваки, вы не представляете, какие сейчас рад. Короче, прямо сейчас мы нашли Эмиля, Давида, Алю и Лешу Янгера. Осталось Фрося и Симка. Что примечательно, Фрося и Симка прячутся в одном месте. Я не знаю, перебежали они сейчас тоже вместе или нет, но сам факт. Если я их нахожу обоих, то получается они оба проиграли. Но я прямо сейчас записываю то, что у нас начинается новый раунд. Им нужно перепрятаться. И тогда, когда они перепрячутся, им нужно разделиться. Посмотрим, как они справятся с этим заданием. Записываю. Все, ребятки, я нашел Эмиля и Алю, поэтому Фрося и Симка, вы в финале. Те, кто вообще я не ожидал, что так будет. Поэтому, ребятки, время прятаться. Офигеть, чуваки, как вы туда залезли. Офигеть. Ну, слушайте, это кайфовое место. Ну, пойдем. Пойдем. Гоу, гоу. На самом деле, я думал, что я выиграю и потрачу 100 тысяч рублей на донаты Бравл Старс. И я сейчас сижу и грушу, потому что, ну, видимо, не видать мне вот этих донатов. И я проиграл. Что я сейчас испытываю? Да, я уже говорил, что полное опустошение. Лучше бы я вообще сюда не приезжал, потому что моя жизнь поделилась на до и после этого ролика. Да, брат, пока. Все, пока. Давай, я тут, возле помойки, приходи. Фух, ну что, финал. Мы вышли в финал. Это, конечно, такой мистический выпуск. Жесткий. Где они могут быть? 15 минут, объявляем новые правила. Если я их не нахожу, все. Все. Кабсда. Прямо сейчас я им это записываю. Короче, девочки, такая тема. Прямо сейчас объявляется новое правило. У меня есть 15 минут на то, чтобы вас найти. Вы уже спрятались. Все. 15 минут. Это жесткий финал. И так как вы прятаетесь вместе, если я вас нахожу, вы обе проигрываете. А я, получается, нашел всех. А если вы выигрываете, я вас не нахожу за эти 15 минут, то по 50 делите, потому что вы прятаетесь вместе. Let's go. Бум, шоколадка. Let's go. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не видели здесь девочек, которые бежали? Девочек не видели, которые здесь бежали? Они туда, скорее всего, просто побежали. Потерялись, найти их надо. Они просто вот сюда забежали, их надо найти. Они прячутся от нас. Извините, пожалуйста. А здесь девочки никакие не пробегали? Я не видел пока, кто не пробегал, по-моему. Блин, значит, они на стройке, но где-то точно есть. А давайте Фросины берем. Просто не получается их найти, я в афиге. Понял уже, все, сдаюсь сам собой. Все уже, не получается, короче. Просто не могу их найти, и все. 15 минут, времени все меньше и меньше. Все, посмотрим, сколько времени у меня осталось. Три минуты, чуваки, три. Никого. Просто, ребят, никого. Я еще и так устал ходить. Аккуратно вот так вот выглядываешь, и просто никого не можешь найти. У меня осталось 50 секунд. Вряд ли за это время произойдет какое-нибудь чудо. Что-то вообще меня девочки переиграли. Девочки хороши, девочки хороши, окей. Чуваки, это капсда, я все там перелазил. Девочки, кто первый даст мне 5, тот получит 100к. Итак, они сейчас не знают, где я нахожусь. И, соответственно, кто первый даст мне 5, забирает соточку. Короче, ребята, я где-то сейчас в парке, поэтому кто мне первый найдет, тот и забирает. Let's go. Все, короче, ребята, я скинул геолокейшн девчонкам. Все, пусть ищут. Я считаю, что мы должны разделить поровну. Но это так будет по-честному. Во-первых, мы вместе получим цистит. Это первое. Это главная причина, по которой мы должны идти деньги. Второе, мы друг другу составили компанию классную. Круто поговорили душевно. Был вайп, плюс вайп, ребята, реально. А в-третьих, так нечестно. В правилах не было бы говорено, можно прятаться вместе или нет. Поэтому мы справились вместе. А потом у нас с интернетом были проблемы, и мы не видели. У меня трясутся ноги, потому что мне и страшно, и я не понимаю, что делать. Ну, это жестко просит. О, боже, как приятно ходить. Скажи. Какой ужас. Че, Лер, вы где? Вы идете? Мы бежим. Че, ты рослишь? Десять минут. Вы идете, выросли же теряли. В смысле, мы только увидели сообщение, мы разделились. А, все, давайте, давайте. Ну, кто первый, то ты летс го. Хорошо, давай, Жень. Извините, что камера трясется. У меня просто рука трясется. Мы на самом деле вообще недалеко убежали тут, а вот наше место. Вот, да. Здравствуйте. А не подскажете, где тут компания людей? Они внутри. На сцене, да? А, да, пойдем туда. Ребята, девочки уже вот там. Цуефа, 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 цуефа. Лера забирает. Но никто не знает о нашем плане Капкань. Ребят, поторопитесь, что вы уже рядом. Кто же будет первый? Еман, помните в начале ролика? Ну, симку я сразу первую найду. Она проиграет. А мы решили спросить и поделить пополам все. Посмотрите на наши поплы, блин, пожалуйста. Жень, есть при положении, где мы были? На стройке? Нет. Потом второй раз. Я просто помню, когда говорю, все, перебегаем. И вот в той стороне вы бегали. А я вас с вами близко проходил. Во-первых. У нас, во-первых, была ужасная связь. У нас была ужасная связь, у меня даже сейчас, возможно, у меня ее нет. Ну, так оператор вопрос говорит нам. Да. Потом заходит Вова. Он просто. 360, мы сидели на 360. Я-то много раз был на 360. Да, там все проходили, и Давид, и Леша. Я кричал еще, Симка, Фрося. Так нет, я 360. Вы где 360 были? Я вот там, под этими, под низом же смотрел. Это ты был? Да. Я говорила, что это было. Это был не банк. Как так? Я там столько раз проходил и светил вниз. Я типа такой думаю, стопудово кто-то под аттракцион. Типа надо под каждый смотреть. Прохожу, смотрю, прохожу, смотрю и там смотрел. Ты понимал, даже я там был, даже я их искал там. Все, мне кажется, искали. Ребят, большое вам спасибо за просмотр данного видеоролика. Ребята, вам большое спасибо за то, что поучаствовали. У меня мне было очень приятно. Я надеюсь, вы тоже испытали прикольные эмоции, потому что, ну, вы прятались там два часа сидели. Давид просто бегал. Леша я вообще нашел. Вот так вот стою, стою. И Леша вот так на меня смотрит. Издалека просто. Я такой, о, круто. Ну, ребят, я вообще наизиспалился. Большое спасибо нашему оператору. Поэтому, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, за кого вы болели. Ставьте уведомления и, наконец-таки, сделайте эту кнопочку уже не красной, а серой. Мне будет очень приятно. Это мотивация для меня сделать для вас хороший контент. Всем большое спасибо. С вами был Женя Лизакуп. Это был его туб. Леша Янгер, Эмиль, Аля, Лера, Симков, Россия и Давид. Также, ребята, хочется сказать большое, огромное спасибо парку развлечений «Сказка». Между прочим, единственный в Москве парк развлечений. Это, ну, эмоции просто зашкаливают. Во-первых, они нам разрешили здесь снимать ночью, за это большое еще раз говорю спасибо. Во-вторых, это очень огромный парк, который я, наверное, до сих пор не обошел. Хоть я здесь всех их искал, я до сих пор его не обошел. То есть тут развлечений вам хватит на весь день. Я тут уже третий раз и, поверьте мне, это очень классные эмоции, которые ты испытываешь. И это нужно ценить. И таких моментов в жизни мало, а парк «Сказка» сделать так, чтобы их было больше. Поэтому, ребята, если вы хотите провести время с семьей, с друзьями, этот парк развлечений точно сделает ваш день. Он безумно крутой. И покушайте, и покатайтесь на горках, и с друзьями поугарайте. И испытайте жесткий экстрим. И даже с животными можете увидеться. Там крутые ламы и собачки-хаски вроде. Поэтому, ребята, ссылочка в описании. Парку «Сказку» спасибо и за него респект. Продолжение следует...